Моя имя Отца и Светлана и Святого Духа, слава Иисусу Христа, слава Иисусу Христа, дорога и возлюбленных братья и сестры. Днешна третья неделя Святого посту са волат кресту поклоннат, лебо са кланяме кресту Христову, котре маме пред собом в самому стредку в середине Церкви. А то не е лен така мистецка поклона, але малко то бати ай лепше порозуминя, што значить крест Христов и што значить крест наш, чтобы се нам легше онесло, чтобы сме знали, чому онесеме, а чтобы сме онесли так, чтобы нам принес много добра и много радостей с отпором, дастся онести сбыточними, крест са даст нести с великой нехуточной, без виследковой, а крест са даст нести с радостой. Крест са даст нести так, что человеку е благо онесли и са тиши к тому, а много добра, много овоция с того придет. И так уробил ай Исус Христов. Исус Христов сказал, никто ми не беремо мое живот. Я его кладу сам. А так мы велиоразь позераме на Христа, и на худака, который его лапили, злапали, мучили, забили. А Христов сказал, вы лен не плачте над мной, лен плачте над собом и над своими дитми. Лебо велиоразм не знаме зробити то, что Христов уробил, собрати свой властный крест, а нести его в похотни, добровольни, пред добро, пред какую добру век. А Исус Христос внес свой крест пред добру веку. За то, чтобы нам приуказал свою любовь, верность, аж на смерть, чтобы нам нас очистил от грехов, чтобы принес за нас, намисто нас, себя, как обет за грех. Как пишет в Святом Писании, «Каждый, кто со хришил, заслужит с смертью». А Христов тут смерть забрал за нас, чтобы нам могли быть отпустены. А то исты от поручали Христов и нам. Деньше мы читали Евангелие, а первые слова были «Кто хочет идти за мной, най запре сам себе, най возьмите крест свой и наследуйте меня». Знаменат, Христов нам радит собрати крест. Каждый человек ма в жизни крест, но не каждый его chce собрати. Не каждый с ним смирил, не каждый его прийма от охотно. А в том же циле нешчастья человека. Си зоберте днешний свят. В той истой країни, наприклад в нашей, ма те люди, которые говорят, что никогда так добре не живут. Ма те люди, в той истой країни, которые боятся за лужито родину, ма те дети, а говорят, а стремлюсь страшно, вероятно, что до такого света мам принести дети. До такого света мам заложить родину. Видите, в той истой країни, а сут люди счастны и нешчастны. Спокойно и зуфару. Або си зоберте туристов. Цестуют по целом святи, а сут люди, а сутки, а сутки, Краин богатых, а другие судна чена со скраин будобных. И уже я много раз зашил, что вернулся с уполния заостальнейшей краины, а говорят, там было найкрашнее. И то от тижня один с нашими местами говорил, целый свят претестовал, а потом вспомнил, я вам спросил, где было найкрашнее, а в нем вспомнил краину, которая, а не может быть мы не знали, в порядке, уполния заостальна художна, говорить, что моя жена с плачом отходила домой. То есть зависит от нашего взгляда, от головы все зависит, как мы это видим, как мы это понимаем. И так, у нас, где у нас, кто говорит, что это хорошо, то выгоднала так, что не хочу им иметь дети и родину. Числа не пустят. Это означает, что большинство из нашей страны может быть страхом, из разных причин. А в художных странах большинство не может быть страхом. Но объективно там тяжело. Сколько там тяжело. Есть там холод, смет, есть там хоробы. Но они так выгоднят, что не имеют страх. Это зависит от взгляда. И за то Христос говорит, что не требует брать кресту. Когда человек выгоднала лишь забаву, а не хочет крест, он ждет зуфалство. Потому что он вздорует. А без креста нет краины. Нет идеальной краины. А когда человек не хочет нести крест, будет иметь с него целый живот страх. А целый живот будет неспокойный. Когда человек возьмет охотный свой крест, потому что он не хочет, а он тушит на результаты, а возьмет на себя тяжелую работу, возьмет на себя соответствующую службу, возьмет на себя родину, а знать в чем это делать, а он тушит тому, он будет счастлив. Потому что он имеет такой взгляд на себя. Он будет тяжело. Оверо тяжелее, как тот, что не имеют нища, никакой ответственность, или пред ним утекают. Будет тяжелее, а будет счастливее. А тот, что хотят лишь забаву, будут тяжелее, будут тяжело, и суставные страхи. Неусталы будут видеть, что они злые. Будут неспокойные. И за то нам Христос добрый радит, возьмите вилен крест свой. Возьмите на себе, а не с него. А будет все выборнее, все будет порядок. Будет тяжелее, а будет знать и чем, а будет добрый результат. И будет радость и утихастство. Возьмите на двоих примеров. Один из жизни святых, а один из днешних дождей утоки. Из жизни святых это о святом Афанасио-Брестском. Это место Брест, на западе Белорусска. А в часы, когда там было предправославную церковь страшно тяжело, когда нас предназлили с унией, тот Афанасий тогда жил. А в его живописе вспоминал такой эпизод, такой пример. Ишел на некую пути, некую цель далеку, а по цели встретил Жобрака. А тот Жобрак попросил, потому что не мог ходить, а если бы его не отнесли на какое-то место. Потребовалось тогда приправить, присунуть. А тот Афанасий охотно его забрал на хреб, вот так вниз. А было ему тяжело. Христофи, на христофи, на христофи. И святые отцы так укрыжали сами себе, а в небе нет неукрыжованных, лишь таких, только так, которые упрыжали. на христофи. Он будет говорить, как мокрая шелла. Мокрая шелла, которую вы можете найти на себе, и вы не сможете и вы не захотите, это неизвестная тряпина. неизвестная. Так и крест, который человек не хочет, будет его тлачатый, будет его тискатый, будет ему, как трн в пяти, или как мокрая шелла. И будет еще раз тяжелее и тяжелее, потому что в голове будет на него смотреть на него тяжелее. Ну а, еще вам покажу второй, очень актуальный пример. одной сестры, одной властной докторки, зовут Зинаида, зовут Зинаида, еще живет. Она пракала на отделении, а еще ужасно она пракала на отделении очень тяжелых, 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 тяжелыми хоробами. так, что, она, что, а кому дашь, что дали, или никому, и витриму до пасхи, по пасхи дам виповедь, так так была решена, пришли пост, дай, попотяхне, а по пасхи, что дашь виповедь. А пришла, потому что это была квитная неделя, а она стояла в церкви, або крестопоклонная, або квитная неделя была, стояли в церкви, а на раз ее лапила за плечо дека молода жена, дека молода слечна, дека девчан. А она на нем усмяла, она затошла, в первой филии не познала, а потом вспомнила, что пред деком часом в немочнике одна женщина по инфаркти, которая умрала, а была при ней молодая девчанка, дека. А вот эта девчанка, когда эта мамка умрела, пришла к этой докторке и говорила ей, просим вас, как я сейчас могу жить? Она была самая, была самая, была самая, в молодости мамка умерла. И говорила к докторке, только одна вопроса была, просим вас, как вам тогда жить? А двое докторка ей говорила, не знала ей, что повести, это тяжело, что в такой момент повести, и говорила ей, что живи с Богом, живи с Богом. И она это ослабила, и она нашла веру в Бога. Она нашла силы живи дали. Вдяка тому, что нашла Бога, вышла из этой ситуации, нашла силы живи дали. Успориадала все, претенала тяжкую хвилу в жизни. И так пришла к этой докторке, так сказать, по-дяковать. А тогда докторка говорила, не идти я до никакого предчасного дохода. Мат тут смысл. Не буду сгазовать крест. Донесу до того часа, как треба. Не буду втекать предчасные. И мать то признание. Можете такому помочь. Кажется ни одному. И так все ставят. И так, Господь Бог нам поможет. То, что мы каждый делаем. Что это наша работа. Работать ее. Один лучший знаменит. Главный добровольный. Спокойный и с радостью. Кресты имеют и удобные, и богатые. Кресты имеют и дело, и черное. Кресты имеют на любви. Тяжкости в жизни и на севере, и на юге, и на выходе, и на западе. Но не будем его с радостью и с радостью. И это решение. И каждый из нас. Свою тяжкость. Свои преживоти. Слава Иисусу. 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 Продолжение следует...